Вот буду максимально честен перед тобой. Есть определенный слой населения, который думает, что я купленный. What the fuck, блин? Все, меня уже просто понесло. Самое главное, наверное, это то, что горы лечат душу. Я прям там их закопал в джунглях. Там эти мои обиды осторожат дикие слоны. Нарисую картину исполнения своей мечты. Ту ситуацию, когда ты достигаешь желаемого. Не меня обижают, я обижаюсь. Ты что, охренел, что ли? Вот ты цеплял. Пошутить? Ты цеплял. Наверное, я еще не встретил моего человека. Когда ты понимаешь с годами, кто тебе точно не нужен, какой-то отбор происходит более тщательный, что ли. Но у тебя детей нет, да? Ну, известных мне нет. Никто не говорил, не заявлял? Нет, пока не появляюсь. Фэн-зона, фэн-зона, и легкий, как и перспектив. Фэн-зона, фэн-зона, попал в ее личный архив. Ануар, если бы мне 10 лет назад сказали бы, что я буду брать у тебя интервью, и что это будет по моему собственному желанию, я бы не поверила. Я бы поверил. Почему? Ну, потому что я считаю, что все возможно в этой жизни. Возможно, я тогда и поверил, и оно произошло. Сила мыслей. Слушай, у нас был выбор поставить сюда на мольберт картину с цветами. Мы решили поставить картину «Касание Бога». Мне кажется, что это олицетворяет нашу сегодняшнюю с тобой встречу. Сотворение Адама. Как высказывают мне наушники. Слушай, ну я рада, что ты вернулся, и я была рада реально искренне увидеть тебя на форуме, когда ты сидел на первом ряду. Так как здесь Ануар Нурписов, я буду стараться, а то у нас вечные конфликты. Знаете, мало ли что напишет, поэтому буду. Я честно не ожидала, меня никто не предупреждал, в зал я не заходила. И когда я увидела тебя, я такая, о, Ануар Нурписов. Причем я сидел на заднем ряду, и тут ведущий объявляет, говорит, ребята, тут впереди есть свободные места. Я такой, ну, идти, не идти вперед, все равно же заметили. А ладно, пойду, просто послушаю, что Динарид. А ты знал, что я буду выступать? Да, да, я просто пришел в этот момент, знал программу, думаю, так, идти, не идти. Ладно, пойду. Потом еще пересел вперед, и это было круто. То есть ты специально это сделал, получается? Ты знал, что я отреагирую на это? Я поддался потоку и просто расслабился, он меня понес. Я пересмотрела твои подкасты, пересмотрела твои фильмы, которые ты снимал на Шри-Ланке, фильм «Вернуться с Хантенгри». Слушай, ну ты уезжал на Шри-Ланку, остров Цейлон, и казалось, что ты все, навсегда покидаешь, да? Там какое-то время мы тебя искали, реально никто не понимал, куда исчез Ануар Нурписов. И ты через какое-то время, да, только сделал заявление о том, что ты открыл отель и приезжайте ко мне, да, там, на остров. Это было все до пандемии. Твое исчезновение, то есть с чем оно было связано? Оно реально, это было преследование, или же просто тебе показалось, что так лучше? Вот буду максимально честен перед тобой. Смотри, все, что основано, то есть мотивы, да, так скажем, пропасть из радаров, я это объяснил в этом ролике. Что произошло? Без преувеличений, без минимизации. За что видел, то и продал вам. Есть свидетели, да, которые тоже со мной в этот момент были, в этот момент жизни. Но в один момент столько просто от меня потребовали, я лишь просто выразил свое мнение. Люди требовали. Да, настолько, что внутри, я просто решил просто настолько отстраниться от этого всего, что я хочу, почему я не имею права просто замолчать? Вот мне говорят, заткнись откровенно. Ну, я думаю, ну, окей, раз уж вся вселенная хочет. И мне одна фраза понравилась, когда человек последний мне об этом уже говорил, он сказал одну вещь. Я не видел победителей среди мертвых. И это так просто осеняет, такой, да, блин, стоит ли того, чтобы идти ради каких идеалов? И потом все это я уже увидел, когда реакция пошла обратно. Я такой, чего ради этого ты идешь, что-то кого-то там доказываешь, что-то кому-то, за кого-то там качаешь. Ну, тут же из-за себя, конечно, но в конечном итоге ты понимаешь, что вся эта вот, ну, не хочу сказать нивелирует все это, но вся эта движуха, она рано или поздно просто сталкивается об человеческую непросвещенность, недалекость, чего только не придумали. Я когда увидел, думаю, о, боже, это либо это боты, которых там заказали, это реальные люди. Какая-то часть в любом случае есть, наверное, да, но ведется ведь народ, основная масса какая-то подверженная. То есть ты понял, что вообще нравится толпе, это такое, знаешь, сиюминутное... Ну, с этим я уже столкнулся еще и раньше, когда там первые были, да, там моменты, там, разные скандалы, где и мы с тобой, да, там были вовлечены, ну, ты растешь, смотришь... Ты меня вовлекал в эти скандалы. Ну, ты вовлекалась, понимаешь, сама. Я вовлекалась, да. Вот, это же тоже... Это было молодание, опыт. Мы все, да, ведемся на какие-то провокации. Я тоже тогда подался на... Там сложилось еще несколько, да, факторов. Во-первых, мой такой юношеский максимализм уже, так скажем, на закате, да, но все равно еще бурлит, что-то недосказанное было. Это же борьба отцов и детей, поколений, это же невысказанные обиды старшему поколению. Ну, то есть, тоже там, как и власть, так же, как и родители, ты смотришь на них, младшие, у тебя есть претензии к старшему поколению. Вот-то факт. Почему вот так произошло? Почему вот мы в свое время не можем получить то, что получают в других странах, где более все это честнее, где все это справедливее, все распределяется? Но ты не уехал туда, где все честнее, справедливее? Ты уехал на Шри-Ланку? Да. Где сейчас голод? Но в тот момент для меня это был наилучший выбор. Во-первых, я понимал, что есть еще не только внешние проблемы. Мой мир, на самом деле, к которому я предъявил претензии, в нем не было порядка внутри. То есть я понимаю, что есть проблемы внутренние, их нужно где-то решать. И я всегда чувствовал, что мне нужна какая-то юго-восточная страна, где меня никто не знает, где я минимизирую встречаться с западной какой-то, нашей цивилизацией, где я могу максимально проработать внутренние какие-то проблемы, затыки, эти паттерны поведения. Потому что все равно мы по европейскому формату вот туда куда-то улететь, где моих предков еще не было. Перед переездом я уже был в Шри-Ланке, я уже посмотрел, мне даже сделали предложение, я уже знал, что окей, чем я там буду заниматься. То есть у меня было несколько стран, я думал даже в Украину переехать на самом деле. Потому что тогда Зеленский первый год он победил в выборах, и это был такой подъем, и он даже где-то высказался, что все жертвы от политических репрессий по СНГ могут к нам переезжать, без проблем будем. Но ты же не был жертвой политических репрессий. Ну нет, я же для себя придумал такую. Ну ты придумал. А по сути ты не был жертвой. Какой-то друг твой КФБшник там сказал, ну это же не было прям, чтобы тебе пришли, там я не знаю, какой-то шмон делали. Хорошо, слежка. Это, когда ты знаешь, что за тобой слезят, это ли не ты являешься в зоне риска под присмотром. Ну то есть, это, я думаю, ненормально, когда за тобой следят люди. Это знаешь, такой есть анекдот, когда в клуб параноиков приходит параноик и говорит, так, начнем с первого вопроса. Ни за кем не следили? Слушай, ну конечно. Это не так, что ты там себе, может, придумал? Ну да, можно, конечно, как Эрнест Хемингуэй, там себе, но тем не менее, мы знаем, чем он закончит. Но у меня ведь есть инсайдерская информация оттуда. То есть, у меня есть два источника. Ну за что? За что? За то, что ты послал? Слушай, кого послал? Помнишь, ты там сказал, да пошли вы все. Не, ну это ладно, это такая вспышка ярости была, там, вы переименовали все, уже осталось только нас, там, ну мы вас тоже переименовали. Это просто был такой крик души. Потому что в тот день переименовали улицу центральную, мою любимую улицу в Караганде. Я промолчал там, ну может быть, не, когда Фурмана я не молчал, но это не так было реакционно. Но когда в Караганде бульвар мира переименовывает проспект сами знаете кого, это вот-то фак, блин, все, меня уже просто понесло. Но ты реально себя чувствовал прям жертвой политических репрессий? Да нет, что прям жертвой, да, я чувствую, что у меня был выбор стать этой жертвой, вот конкретно, есть выбор, идешь дальше, будем жестче работать. Ну и ты понимаешь, против кого ты идешь, да, то есть априори, я не выбираю путь революции. Прошло время, да, как бы пыль осела, то есть мы реально видим, ну, что все поменялось, и ты, теперь тебе есть чем сравнить, ты побывал на Шри-Ланке, ты вернулся, да, ты сейчас там говоришь, что там у людей не топлива. Я бы избегал таких слов, как все поменялось, не может все поменяться в короткий момент, что-то меняется, что-то меня радует, но что-то есть, что не меняется, и мы живем какими-то ульюзиями, что вот в какой-то момент придет добрый дяденька, нажмет какую-то волшебную кнопку, и все изменится, и мы все изменимся, и мир изменится, и наша жизнь изменится, ничего подобного. Так же, как и в организме человека, он не может сразу измениться, он меняет какие-то маленькие привычки, потихоньку что-то за этим, там цепочкой несет другое изменение и в целом ты видишь что за какое-то время условно через 10 лет ты видишь другого человека с которых ты никогда в 10 лет назад не сделал бы интервью но быть сейчас супер довольными заниматься шапка закидательства мне кажется еще рано потому что это такая эйфория которая может нас унести опять в какой-то там о мы супер стамс а в реальности все это надувательство до какого-то мыльного пузыря и он лопается в один момент опять на те же грабли можем наступить те же самые январьский вот я я рад что что-то происходит и пусть может быть не такими темпами даже потому что ну не ко всему готовы наши там какие-то части населения каким-то до изменениям но хочется конечно какого-то более быстрый быстрого до пути акселерации я смотрела ваш подкаст с каннами сикеевым где я канна говорит а зачем служить вообще в армии да и ты и максу джимаев говорит суши нужно быть готовым да не знак войне да то есть нужно уметь там держать оружие и это было в прошлом году до январских событий когда действительно мы поняли что может произойти такое что тебе придется до пойти в армии служить и защищать свою родину что ты делал январе в январе я был в городе в алмате так получилось что 6 7 числа я должен был улететь до на шри-ланку и уже все новый год отмечу и полечу отдохну поработаю над собой ну такой я выбрал себе образ жизни чтобы зимовать где-то там тепле и 5 числа у нас должен был быть концерт шейкер шоу мы репетируем я выхожу в прямой эфир чтобы показать что мы репетирую но прогрев такой некий я вижу у меня просто какая-то нереальная цифра на прямом эфире там тысячи человек обычно где-то 150 200 там но тут тысячи и что-то какая-то активность а я тут поем и репетируем вообще в другом информационном пространстве потом я заглядываю вижу там такой хэй ты чё сидишь там поют песни там у нас это ты уже все нет это еще четвертого было когда вышли на восточная бездна они уже в алмате уже все уже уже пошли в алмате где заправка кома постам собралось я что-то не помню чуть сейчас народу ладно отключил смотрю потом новости там уже расходит что где-то там шествие прошло на следующий день 5 числа у нас съемка там имиджевый ролик я заезжаю за оператором в городе туман как будто просто что-то вот взял и так включил еще такое а это уже ночью были беспорядки я помню что мы не выспались я спал я вообще не выспался это уж так шумно было на улице не отменялся съемку нет я еще на тот момент думал ну ладно там побегали там ну и раз мне просто нужно было снять до отлета сдать все еще мыслями уже да я думаю сейчас сниму да я не знаю что настолько все это будет до разрастаться кто знал обычно даже какие-то нас там массовый проходит там концерт хайрат нуртас там все это в локализовали и все там как-то утихло само по себе тут мы выезжаем я понимаю что в городе какая-то напряженка вот прям запах пороха ничего себе ладно мы едем в горы отсняли материал спускаемся и все уже после обеда мы поняли что в городе просто жопа происходит я еще был на чужой машине съемочная машина закидываю оператора оператор мне звонит он жил красная сифулина шевченко говорит ануар в твою сторону идет колонна надо что-то делать короче машину прячься ли я начинаю там ее как-то там в парковку загонять и сижу дома и слышу крики просто какие-то вот уже по по нашей улице выходит толпа солдат они выстрелились возле юстиции их гонят ребята с палками где-то 15 пацанов с палками гонят 80 пацанов солдатиков наших и они все встали и я видел что в этот момент они все там как-то главное они просто созванивались у них не было оперативной связи и они стояли в бронежилетах с лопатками просто с лопатками еще такой эти с палками агрессивные гоняют эти стоят не знаю что делать ну видимо они охраняли юстицию кто архив может что-то еще затем я вышел нужно было машину переставить я понял что здесь уже опасно я спускать я просто остановился возле пацанов на которых я полчаса с окна смотрел я просто подожжет подошел и просто попросил при ребят без крови вот не с вашей стороны с их я понимаю что что-то происходит ну чтобы постарайтесь что я могу максимально сделать ну хотя бы что-то пожелать этих я не знаю они уже там ушли но хотя бы что-то этим сказать хотя бы одному где-то на тот момент непонятно было кто этих ладно я спрятал машину и затем я удар у друга осталось мы уже думали так что там пцр тест мы еще пытаемся улететь пока не не было новости что горит акимат еще как ну ладно ребята там протестую час опять все на жизнь когда это же был такой перелом на момент горит акимат опа ты уже понимаю что это уже беспредел и тут просто за один час мы просто вот по телевизору смотрит там аэропорт захватили на ну все пцр не обязательно сейчас искать уже понятно что никто никуда не летит в эти дни мы там собирались у одного человека ну просто был риск что и в эту сторону народ пойдет ну то есть мы так собрались чтобы просто сохранить имущество ближе него человека ну и при этом понимать вообще что происходит но ты не пошел как кайрат кудайберге нет нет но но был соблазн я вот в тот момент вот что я удержал ануар нурпиисов тот которого я знала 10 лет назад но воспользовался бы таким такой ситуации да и пошел бы как раз собирать свои охваты знаешь уже перешагнул этот этап жизни про охваты знаешь но в первый раз я все-таки воспользовался этой фразы среди мертвых нет победителей ты оцениваешь шансы во первых в пятого числа уже президент ну ты в тот момент остались просто без информации кто вообще непонятно никто не говорит не эти требования не ставит не от правительства они просто все обрубили и пятом уже выходит информация что сидите дома будем стрелять на поражение окей и вот мы выходим просто с другом прогуляться ну это во двор и слышно там взрывы просто иду да и знаешь в этот момент одна часть меня и у даже друга очень интересно что там происходит но это просто хотя бы глянуть одна часть говорит давай иди иди но другая часть что ты там сделаешь но побежишь хорошо высока вероятность что ты получишь какую-то пулю есть какие-то неадекваты которые могут там тебя лично воспринимать вообще как они за человек который идет процесс а там титушка тома купленный и так далее потому что есть определенный там слой на себе которые думают что я там куплен да блин купили бы хотя бы нормально бы хоть заплатили бы ездить было бы хотя бы это но самое обидное что про меня тоже все время так говорят если вы за каждый комментарий про куплю хотя по одному доллару платили бы блин уже можно было на что-то там дожить окей теперь смотри в этот момент был большой соблазн и вот мне про это интересно что тебя остановило потому что вот основе не рад вот честно я вот сейчас хочу сказать данику брату спасибо потому что я ему звоню дали даник тут короче ребята звонят там вообще кипиш что происходит кто-то есть там кого-то там я не знаю что там меня пацаны зовут говорит блин братан там ну тут вся ситуация там ну это просто левые до которые там не такие близкие люди я тут понимаю что мне просто развивать я звоню дали глюда ник чего делать так ко мне просто приезжай все откуда у тебя это любовь горам потому что тянь-шань весь карантин ты водил людей в горы кто привил эту любовь это аташка с детства у меня возил в байнау мы жили в караганде каждое лето ездил в байну и для меня вообще был такой но это была магия когда в первый раз увидел в осознанном в детском осознанном возрасте первую свою гору человек который вырос караганде для меня этого что это такое просто куча большая гора и у меня всегда был какой-то горам такой пиетет всегда было интересно что же там наверху а потом уже повзрослев переехал алмату я начал открывать для себя походы с философской стороны вот если какие-то сложности в жизни какие-то загон опять же идешь на природу природа лучший лекарь лучше твой психолог потому что по факту ты встречаешься здесь самим собой отдыхаешь полностью плюс и такая медитация в движении ты идешь у тебя есть задача дойти до куда-то но как и в жизни у тебя бывают моменты ты устаешь это нужно отдохнуть где-то спуститься ниже где-то подняться где-то усилие сделать над самим собой и маленький поход от как маленькая прожитая жизнь со своими подъемами и падениями вот и самое главное наверное то что горы лечат душу там вот эти наши проблемы они стоим с таким маленьким с высоты гор такие мелочи движешь сколько вот масштаб твоих движений для тела движения столько драмы мы из этого дела когда предложили увидеть самую высокую точку казахстана бесплатно еще плюс тебе гонорар за это заплатить как бы очевидно хочется а кто предложил это организовал туристические департаменты акимата алматинской области они тот момент все это там провели и компания которая в казахстане у нас есть антенгри экспедиции организовывать вот и вот такое предложение было рэпиде спецподготовки просто пошел сразу покорять хантенгри смотри задача не было зайти на пик побывать на первом втором лагере это уже вот так это нам сразу сказали но просто задача была именно в этот год не было времени там растягивать вот через месяц у вас есть возможность поехать поедете не поедет мы понимаем что дает один кста шанс что мы зайдем наверх но хотя бы посмотрим что полетая на вертолете увидим как альпинисты живут побудем внутри 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 олимпиады будем попробовать снять документальный фильм какой-то там запечатлением этап этой нашей жизни и еще айсулу как раз в теме и было весело вот так что сразу согласился интересно просто какой момент ты пожалел когда был на высоте 5500 метров и уже болел второй или третий день горной болезни это когда тошнит или что значит никогда не понимал смотря эти фильмы про альпинизм что такое вот когда не хватает кислорода вроде бы у тебя в горах чистый воздух ну даже ладно он разряженный что это такое когда не хватает кислорода ну вдохни глубже оказывается ощущение такое представь себе тебе накинули полиэтиленовый мешок на голову и сделали там пять дырочек буквально и вот попробую вот так дышать ты вроде дышишь полностью да прилагаешь усилия но кислорода мало поступать бите не хватает тебе нужно еще здесь и вот каждый вдох у тебя он как-то и глубже и спать вот и ты спишь еще теперь смотри как повышается из-за того что мало кислорода у тебя начинает сердце быстрее работать чтобы из того что есть хотя бы что-то доставить она начинает чаще биться и вот ты спишь с пульсом 100 ударов в минуту в нормальных состояниях это 40-50 ударов в минуту там 100 я просыпался и замерял елки это невозможно сон очень плохой аппетит падает головная боль слабость чувствую что это были мои последние силы обиды конечно хотелось выше на здоровье позволяет шнурки который ты завязываешь в нормальных условиях там типа три-четыре минуты всю эту экипировку там ты это делаешь 20-30 минут настолько тяжело все это замедлиленности черепаха тебе все там много многие продукты тебя уже тошнят от них то что почти одинаковый рацион если ты не готовишь вот это наша ошибка была мы прокололись на питание у нас в казахстане просто нет но в тот момент вообще этого не было как-то сейчас еще более-менее с выбором но хорошего вкусного питания мы покупали там бич пакет роллтон и знаешь мне кажется в горах бич пакет это прям рамен это рамен но после там пяти дней вашего уже у меня один раз взорвалась банка с роллтоном этот пюре и запасная одежда вся была внутреннее давление то есть внешняя падает внутренним он еще разрывать мир зарвалась она и вся вот эта пыль весь раствор он въелся в мою запасную одежду в которой я ночевал я сплю с этим запахом у меня теперь все на всю жизнь отторжение ты же мог любой момент и спуститься или у вас контракт ну вот я в тот момент и спустился в когда когда понял что все рэ знаешь как получилось мы добрались до второго лагеря это было адски тяжело и я думаю ну ладно мы сейчас айсулу как раз она чуть-чуть задержалась я думаю она сейчас зайдет мы как раз акклиматизируемся и наверное спокойно пойдем я рассчитывал на то что я везунчик и со мной как-то пройдет это на следующий день горная болезнь не уходит и только думаю может быть еще один день айсулу подходит как раз мы еще одну ночевку проводим на второй день уже и думаю давай попройдем немножко поработать надо то сидим режим нам тут так все это размазывает нас и мы идем значит выше я понимаю что все тут я уже бросает свое эго свою вот желание все больше дальше идти все смирился принял возвращаясь назад и я лег спать и но за мной оператор спускался я видел что он где-то спускается через минут 15 я открываю глаза я вижу что саша оператор наш наполовину зашел в палатку наполовину у него торчит сзади то есть вот за палаткой его ноги телом у внутри и он настолько устал что он не смог просто раздеться даже я понимаю что все у меня оператор съемочный я умираю тут был такой момент признаться друг другу типа человек может быть хватит нет но я когда уже вижу что оператор уже в целом 14 дней 18 дней нужно было то есть ты постоянно находишься высоко где вы вообще не принимает душ нет принимали один раз где там там полевая баня ставится такая в палатке ты смотри что ты понимал есть базовый лагерь когда все прилетают там продукты питания там хорошо себя чувствуешь там первый день тебя немножко тошнит немного горная болезнь накрывает но она преодолимы затем ты начинаешь ходить выше и назад то есть это называется гималайский метод как челнок ты закидываешь в первый поход закинул туда палатки спустилась потом продукты сделать туда потом выше на второй лагере вот так вы курсируете вниз вверх вниз вверх и на все дается где-то 18 дней где-то в общей сложности три-четыре раза даже туда-сюда сходить и на четвертый раз или на третий четвертый раз ты заходишь на самый пик и во все это время ты пробиваешь свою адаптацию так это работает называется гималайский стиль вот поэтому четыре дней ты не знаешь что мы четыре дни были в отрыве от глаза базового лагеря на день на 2 сходим переночим спустимся тут чуть поживем потом на три дня еще вверх и так далее и вот в одном из них мы мылись совершенно когда вы решили все-таки спускаться до в таком состоянии тоже надо палатку собрать вещи собрать еще спуститься вниз в базовый лагерь ну интересно я уже думал сил не хватит а что ты там оставил в горах я оставил наверное часть своего эго эго знаешь просто так оставил здесь вот пускай полежит там холодно как раз не испортится а на швей-ланке оставил что-нибудь конечно на швей-ланке во первых я оставил последние реально почти последние свои сбережения что я инвестировал туда я оставил там близких мне людей которые настолько стали мне близким как родственники как часть семьи и наверное я там оставил свои обиды я прям там и закопал в джунглях там эти мои обиды осторожат дикие слоны 2 или 1 хочешь 21 пока можно не это не киндер вот возьмем вот этот хороший смотри задача такая давай ритм какой-нибудь Другая становится. Ну че, давай маму шевелосну. Заводи. И играем. Сейчас я пойду. Держим. Динара, держи. Динара, держи. Динара, держи. Динара, держи. Ануар, слушай, ну ты крутую команду себе собрал. А зачем аутсайдеры звать? Нет, я, честно говоря, ожидала, что будут молодые, а здесь у тебя профессионалы. Все в душе молодые. А как вот вы собрались? Турсона я знаю по Вианегры, Касеми. С Турсоном мы давно знакомы через Диану Шарапову, когда участвовали в ЕКЖОЛДОС в проекте. С Амалем мы познакомились на проекте «Семь причин». Он сам написал. У меня есть написанная музыка, может, вам будет интересно о монтаже. И с тех пор мы как-то знакомы, потом работали на проекте «ВАВ Казахстану». Плюс мы пишем мой альбом личный, и Амаль проявил себя крутой, не только крутой аранжировщик, но еще крутой музыкант. И с Диасом мы познакомились уже здесь. Нет, ну мы познакомились еще с проектом Луина, он играл. И как-то пересекались, и потом мы поняли, что нам нужен крутой гитарист. Посмотрел так, кто в округе, это Диас оказался. У нас сейчас три гитариста, и один красавчик-турсун-барабанщик. Ну смотри, это бас-гитара. Это бас-гитара. Она за низы. У меня ритм-гитара, а у Диаса соло-гитара. Я переезжаю в Шри-Ланку, ну в смысле, что все, новая жизнь и так далее. Ну каждый человек же думает, что переехал в страну. Навсегда. Мир должен изменить себя. Ты реально думал, что ты навсегда? Нет, я уже понимал, что нет такого слова «навсегда». Я думаю, три годика, четыре, потом где-то в другой стране поживу. Мне понравился просто вот этот формат, кочевать, приезжать иногда. Ну и потом, digital nomus, нет конкретного места, якорь не кидаешь. Просто базируешься где-то, перебазировался, релокации и так далее. И в моменте, когда я уже прибыл в Шри-Ланку, проходит первые две недели эйфории какой-то, я понимаю, что переехав туда, я все равно переехал со своими проблемами, со своими загонами. Никуда не убежал, да? Да, от себя ты не убежишь, ты переезжаешь вместе с самим собой. И я понял, что вот там в тупике, где я в густых джунглях, уже дальше просто некуда забраться. Самый центр острова, там, где никто меня не знает. Я понимаю, что здесь место поработано над своими. Просто развернуться, туда дальше уже некуда идти. Развернуться и встретиться с самим собой, и откровенно поговорить с тобой. Что, какие проблемы? Давай примем сначала, поговорим. Давай исправим вот это. Хотя бы начнем. А перестанем себя постоянно там в чем-то обвинять, критиковать, принимать, видеть, да, очевидные какие-то промахи, ошибки, какие-то изъяны, вредные привычки. Но что-то делать с этим. И вот там этот процесс, он как-то вот замедлился. Я просто пожил жизнью человека в лесу. Вот от всего, просто отрежился. И от политики, от даже где-то жизни там родных. То есть, ну, на входящее был. Проходил программу МБСР, называется. Это американская программа по медитациям. То есть, стекулярный вид практик, которые тебя там против стрессов, ну, в общем, весь комплекс, да, там, все свои тараканы вывезти. Не, ну, поделись, что там, что это за программа? Нет, да, это просто через медитацию МБСР, mindfulness, то есть курс осознанности. А как ты жил, в джунглях прям, что ли? Ну, смотри, во-первых, хочу сразу сказать, ребята, вот почему-то все путают, что отель, отель это отель, это гостиница. Отель, отель, я просто была на Шиланке. Есть гостевой дом. Вот я жил в гостевом доме, в этом же гостевом доме я проходил эту практику через Zoom. То есть, был преподаватель, который в Украине, он все преподавал. Мы из Казахстана, из России, ребята. И на удаленке я прошел этот курс в течение двух месяцев. Я увлекся медитациями там. Я погрузился в медитацию и через медитацию как раз-таки ближе дошел к своим вот этим узелкам, которые нужно было развязать, все прочистить там, чтобы все это шло. Его невозможно рассказать там кратко, да, но если попытаться, то это через медитации, через тотальное погружение в природу и у меня там, знаешь, эмпатия возвысилась. Я думаю, она повысилась за счет собаки. Я приобрел там друга, немецкая овчарка, до меня она там жила, то есть от хозяина. До сего доме. Да. И этот пес был порой единственным персонажем, который вот рядом находился там целую неделю. Как это гостей не было. Я как легенда остался. Один на один с собакой, которая тотально любила, и я от нее подзаряжался. А какая практика лучше всего работает с обидами? Потому что мы все люди, и я просто проходила тоже один тренинг, ходишь в трансовое состояние, и ты, ну, я выступала в роли помощника, да, и когда людям, ну, там, мужчины были, женщины, надели вот эти вот очки, ну, не очки, вот эти повязки, включили музыку, и я увидела, сколько болей вообще, сколько обид люди носят, травм каких-то детских, да, на себе, потому что там только музыка заиграла, и мужчины как начали рыдать. Я, честно говоря, вместе с ними начала рыдать, потому что я видела, но я думаю, господи, люди там, я не знаю, годами, десятилетиями, да, носят это в себе, носят, особенно наши казахские мужчины, да, потому что, ну, понятно, что на наших казахских мужчин взваливается семья, плюс обязательно родители, да, и еще родня какая-то, то есть ты всем должен, 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 должен. И когда я это увидела, я подумала, как все-таки важно обнуляться, да, и полностью высвобождать свой сосуд. Я думаю, изначально просто не заполнять этот сосуд. Слушай, ну если он уже заполнен? Нет, ну тогда поплачьте, да, то есть поплакать, это на самом деле тоже как терапия. Нет, я думаю, можно писать, прописывать. Можно и благодарность писать там ежедневно. Ну вот тебе что помогло? Но для меня, что конкретно, я просто одну истину пояснил. Обижаться – это мой глагол. Не меня обижают, я обижаюсь. Я позволяю себе обидеться на кого-то. Если ты не ожидаешь от мира, от жизни большего, чем он тебе дает, ты перестаешь обижаться. Ну вот, если ко мне подойдет сейчас человек, который абсолютно меня знает, не знает, я его знать не знаю, но он подойдет мне и скажет какое-то обидное слово там, ты мне не нравишься, чувак, ты некрасивый. Ладно, ну, окей, до свидания. Айна Лейна. Ну, идите дальше с вами, да, с вами. Вот, но, с другой стороны, если бы я был импульсивный там, или же был каким-то другими, да, с другим мировоззрением, я бы сказал, «Ты что, охренел, что ли? В смысле не крик? Что ты вообще…» Люди иногда за взгляд могут обидеться, да? Нету эталона, чтобы вот это будет обидно для человеку. Просто все определяется степенью обидчивости. Кто-то, например, давай возьмем тот же случай, из-за чего ты обиделась. Вот, Динара, знаешь, на самом деле, я не хотел тебя обидеть. Вот в тот момент, даже если ты вот, может, сейчас уже посмотришь, спустя годы, да, там был только лишь, ну, какой-то… Там ирония была, на самом деле. Типа, я даже, знаешь, как к сестре, знаешь, Динара, ну, не там, да? То есть это не попытка была абсолютно. Вот сейчас я говорю, с чистым сердцем, ну, просто обижать людей, меня так не воспитывали, мне не говорили с детства, обижай как можно больше людей. Вот ты цеплял. Пошутить? Ты цеплял. Может быть, я где-то… Участниц конкурса красоты. Ну, это… Тогда я был тоже другим, и другие были там, мировоззрения. Смотри, там отдельная история, но если вкратце рассказать, это тоже ожидание у меня от мира, что вот кто-то должен что-то делать, да? Там девушки должны быть такими, вот не должны быть как минимум такими, да? Да нет такого, никто никому ничего не должен, как хотят, так и живут. Это я сейчас понимаю. Но в тот момент я думал иначе, и это здорово, что мы когда-то думаем иначе, потом мы пересматриваем, кому кто-то это называет, переобуться, кто-то говорит повзрослеть. Нет, для меня это трансформация. Пересмотреть, переоценить. Для меня это трансформация. Потому что то, что ты описываешь, люди, которые могут вспылить просто их взгляд, я еду просто на дороге, и я вижу, что таких людей, ну, большинство. Вот смотри, вот в этот момент я просто пытаюсь подумать, а если бы на моем месте был бы другой человек, он то же самое повел бы, вот именно так же, как я. Соответственно, человек так же бы ему отреагировал. Это как, ну, матрица, да? Она вот так реагирует. Вопрос, что ты выбираешь, как ты будешь реагировать? Вот это и есть мастерство. Попытаться не ожидать от мира большего, чем он тебе дает, и не ожидать от людей, что вот тебе кто-то на твой подарок какой-то, кто-то скажет тебе спасибо обязательно, кто-то скажет окей. И ты такой, блин, что за окей? Я думаю, хотя бы нормально будет. И человек ходит с этими мыслями. А просто живи, как играючи, да? Вот такая игра, вот у тебя такие характеры встречаются в этой игре. Попроще, философски. Просто наваливать на себя вот эти все обиды, вот с этим шаром, да, вот ходить, и сгадали копить, как шерп его нести, и потом в один момент кто-то его лопает, и ты с катушек слетаешь. Ну, тяжелее так жить. Среди одной семьи может один человек быть очень обидчивым, хотя вроде бы все там нормально, но и вижу, как на его жизни, качестве жизни сказывается это. Да что ты за эту мелочь какую-то спишь? Но ты рекомендуешь сделать так же, как и ты? Я рекомендую вообще изучать медитацию, потому что все просто. Медитацию, сейчас мы не эзотерику, да, рассматриваем, там тоже можно покопаться, но с прикладной части. Иногда нам, вообще в целом нам сейчас не хватает времени на то, чтобы поговорить с самим собой. Мы постоянно отвлекаемся. В любое свободное время мы хотим увидеть, кто что-то лайк поставил, где там, кто запостил, отвлечь себя. Все время в инфо-шуме, да? Да, и сами отвлекаемся на это. И с годами я заметил, люди, чем старше становятся, они больше хотят отвлекать себя, отвлекать себя, потому что, видимо, остаться с самим собой наедине, это остаться со своими проблемами. Ну, надо подумать, поговорить, потому что в первую очередь всплывают какие-то триггеры, которые недавно тебя беспокоили. Человек не хочет с этим сталкиваться. Но надо принять один момент. Пока ты внутри не решишь свои затыки и как вообще дальше действовать, ты ничего не сделаешь. Ну, вот все и будет. Или будешь носить с собой болячки, которые будут рано или поздно кровоточить. Либо возможность сесть, хотя бы пять минут, просто подумать тишине, что делать с этой задачей. Мы все боимся задач, на самом деле, не нужно их бояться. Они все решаемы. Теория малых шагов, искусство малых шагов. По чуть-чуть, по чуть-чуть где-то доходишься до какой-то цели. Но с прикладной части ты просто на пять минут отключил телефон, закрыл глаза. Почему, опять же, почему закрытыми глазами лучше медитировать? Потому что через глаза мы принимаем 80% информации. Если мы с открытыми глазами будем медитировать на проходящих людей вокруг, мы так или иначе будем образы кита ловить, цепляться и опять забываем про свои мысли. Закрываем глаза, шторки закрыли, 80% внимания направлено уже куда-то вовнутрь. Все, и ты начинаешь воспроизвести какие-то картинки из своей жизни. А лучше конкретно медитаться на конкретную проблему, либо если нужно отдохнуть умом, просто как не зарядка ума, а наоборот режим стендбай. И так, займи в удобное положение, спина ровная, закрыв глаза, взял глубокий вдох, глубокий выдох, вдох, выдох, осознавая вдох, осознавая паузу между выдохом и осознавая выдох. Почувствуй, где тело касается земли, направь свое внимание в эту часть своего тела, дыши в легком темпе, отпусти дыхание, представь свою мечту, которая выражена либо в материальном плане, либо в эмоциональном. нарисуй картину исполнения своей мечты, ту ситуацию, когда ты достигаешь желаемого. А теперь почувствуй внутри готовность, чтобы эта мечта сбылась. Отправь во Вселенную некий сигнал, который заявляет твои права, твою готовность, ответственность за то, что произойдет в твоей жизни. Это должна быть эмоция обладания чем-то или пребывания в каком-то эмоциональном состоянии, когда твоя мечта сбывается. попробую увидеть в деталях этот момент, когда ты осознаешь, что мечта сбылась. Какие люди окружают тебя и поддерживают тебя в этот момент. глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и на выдохе медленно открывай глаза. мне кажется, то, что идет дождь, знак, что желание точно сбудется. Если ты сделал все правильно, то ты очень приближаешь вероятность исполнения этой мечты. Джо Диспензе, очень крутой автор, вот он пишет, что нужно не только визуализировать свою мечту и видеть ее, нужно ее прочувствовать. Это как некая готовность вселенной. Ты говоришь, я готов, я готов взять за это ответственность. И часто люди хотят, но боятся. Кто-то хочет очень много денег, но боится у него внутри есть затык к большим деньгам, потому что очень много стереотипа связано с тем, что большие деньги портят людей, меняют людей, большие деньги, большая ответственность и так далее. То есть эмоционально привязка очень важна. А о чем мечтаешься сейчас ты? О мужском счастье. Авторская песня. Меня просто запарили вопросом по поводу личной жизни, когда женишься. Я решил написать песню. Бесе ответ. Холостяцкую. Да, про холостяков. Слушай, подожди, прежде чем начнете, все холостяки здесь? Нет. Нет, ты сейчас предаешь друг другу. Нет, у нас ровно половина женатики. Ровно половина это Диас и Турсун? Нет, Амаль. А, а вы с Диасом? Нет. А, Диас и Амаль? Да. Вы женаты? Так, получается Турсун и Ануар у нас холостяки. Заряженные холостяки. ПЕСНЯ Ты посыпаешься один, Но дух никогда сам себе бесподадит. И твой вопрос тяжелый, Аша впереду, Аша впереду. Робошки кладешь через раз, Доставка пиццы твой заказ, И твой совет тяжелый, Пара впереду, Пара впереду. Дома, в саду спилен дэйгей, Варку все били люди. Родные били дэйгей, На три побрежнем, но били дэйгей. О-о-о, 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 о-о-о-о. А все уже твои друзья, в своих кругах я зову тебя, бро. Попыть холостиком, хотя бы не нужно. Ты развиваешь по динцам, превосхищая ритуал. И жизнь готовит ту родную, на ком ты и беру, на ком ты и беру. О-о-о, 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 о-о-о-о. Легко жениться. Жениться на самом деле не сложно и не так страшно. У меня уже был момент, когда мы уже должны были там все готово. А был момент, когда ты жил с девушкой? Да-да-да, был. Но, когда ты понимаешь с годами, кто тебе точно не нужен, какой-то отбор происходит более тщательный, что ли. И я не знаю в полной мере причины, но как минимум одна причина, наверное, я еще не встретил моего человека. Понимаешь, когда в том этапе жизни, в развитии вы соответствуете, на какой-то волне находитесь, которая может резонировать и давать что-то сильное. Там и любовь, и взаимоужение, и желание развиваться. Поэтому, возможно, наши просто еще координаты не пересеклись. Мы еще не пересеклись. Возможно. А может быть пересеклись, но еще не осознаем этого и не готовы к этому. Но при этом ты влюбчивый. Да-да, я открыт. Ну, в смысле, ты влюбчивый, ты влюбляешься. Понимаешь, что это не совсем то, что ты ищешь. И спокойно расстаешься. Ну, иногда неспокойно. Иногда приходится жертвовать чем-то. То есть жертвовать отношениями, потому что понимаешь, что в долгосрочной перспективе вы там не сможете долго быть. Где-то там разбежитесь. И зачем создавать заведомо семью, которая заведомо имеет шансы развалиться. Не вижу этого смысла. То есть я вот в семейном плане, так как я вырос в неполноценной семье, я не такой рисковый, может, как кто-либо. Потому что для меня, как, знаешь, сапер дважды ошибается в жизни. Первый раз при выборе профессии. Я не хотел бы ошибаться. Ну и никто не хочет. Но в то же время я хочу минимизировать вероятность ошибки. То есть когда ты знаешь, что вот этот человек в большинстве он с тобой схож. Вы там разделяете общие ценности. Но даже если ты вырос не в полноценной семье, ты же вырос, ты же стал Ануаром Нурпиисовым. Если бы твои родители не рискнули тогда, то не было бы тебя, твоей сестренки. Да, ну окей. Тогда я просто могу ответить, а можно всех посмотреть? Мне кажется, что причина, наверное, в том, что у меня ощущение, что тебе кажется наверняка, ну нет такого, что тебе все время кажется, что, блин, будет еще лучше. Когда, знаешь, приходится расходиться, причем не важно, по моему желанию или нет, всегда ты в это веришь, что кто-то будет лучше. Ну уж лучше жить с такой мыслью, чем… А не получится так, что тебе будет там 50 лет, а лучше… А кто знает, может и получится так, и может не получится так. А скажи честно, признайте, вот есть отношения, где ты сейчас жалеешь уже спустя там… Ну тебе сейчас 37 лет, да, оглядываясь назад, ты жалеешь о том, что вот те отношения ты все-таки не развил, да, и они не пришли к праву, нет? Нет, вообще нет, абсолютно, потому что вся череда вот этих отношений, она привела меня к этому моему состоянию, моему самоосознанию. То есть, если бы я там женился в 25, то у меня были наибольшие шансы жениться в том возрасте. Я бы женился, во-первых, я не знаю, каким бы я был сейчас в этом возрасте, во-вторых, уж точно, в одном могу быть уверенным, качество образования своих детей, которое я дал в том возрасте, точно не сравнилось бы с тем качеством, которое я могу сейчас сделать. Тебе же папа все дал? Все, что мог. Слушай, ты начитанный, ты постоянно в развитии, да, то есть к 37 годам ты сделал себе имя. Знаешь, мне нравится фраза такая, сначала развивайтесь, потом размножайтесь. Ну, размножиться это не проблема же, ну, мы растем и развиваемся. У тебя детей нет, да? Ну, известных мне нет. Никто не говорил, не заявлял. Нет, пока не появлялись. Обычно говорят, когда ты заработаешь, что первый миллион долларов, он начинает появляться здесь. Песня условная на реальных событиях. Вот уже в полу лет мое сердце молчит, и не просит любви, и душа не болит. Но я помню тот день, когда встретил тебя, и во мне взорвалась бомба эндорфина. Удавая в глазах, где уже для меня затонули пловцы, и такие, как я, Ассортиментами мест, говорила она, после пары ей новое амплуат. Фензору, фензору, и легкий, как и перспектив. Фензору, фензору, попал в ее личный архив. Фензору, фензору, и легкий, как и перспектив. Фензору, фензору, попал в ее личный архив. Пока я живу в Шри-Ланке, я встречал гостей. У меня была гитара. Я сделал такую фишку, чтобы людям как-то с хорошим настроением они уезжали. Думаю, ну-ка я использую свои какие-то навыки музыкальные. И каждые два дня я давал концерт. Приглашал барабанщика к себе, к соседа. И в один момент я подумал, а почему бы людям не раздать яйца. Как-то мы делали, где-то люди нам подыгрывали. Мне привезли из Алматы по заказу шейкеры. Где-то 10 штук. Я их раздал. А, нет, стоп. Это раньше было. Я вспомнил. Я в Алмате сделал где-то в 2018 году или в 2019. В 2019 году до отъезда как раз в Шри-Ланку. В этом году я сделал пробный. Людям понравилось. Я просто не помню, как пришла идея. Раздали и давайте поиграем. Всем зашло. Это близким друзьям. Потом я в Шри-Ланке на концертах для гостей усилил это. Я понял, что за один вечер можно человеку научить более-менее сносно попадать в ритм. В перспективу мы хотим как в подарок. То есть ты купил, все тебе это идет. А сколько стоит вход на шейкер-шоу? Ну сейчас вот с учетом того, что у нас есть зал, расходы. Пока мы можем позволить 10 тысяч тенге. 10-11 вот этот шейкер сам будет, что в подарок ушел. Тогда нам удобно всем, комфортно работать. Это будет регулярное шоу. Мы на самом деле его запустили прямо до январских событий. 25 декабря все зашло, людям понравилось. Сын у тебя был. Мы сами кайфанули. И наш следующий концерт должен был быть 5-го числа. Ну понятно, там январьские события мы отменили. И вот я, вернувшись уже после своего очередного путешествия, мы готовим сейчас новую программу. То есть это твой проект? Да, это проект. Идея моя, но я ее делаю с ребятами. У тебя всегда такой креативный подход. Я вот помню, когда вы... Сон Паскаль, это же твой проект? Ну... Ты же его нам открыл, и вы же на укулеле играли, да? В Казахстан я стал причиной его переезда в Казахстан впервые. А, то есть ты его пригласил? Я его привлек сюда, да. То есть он показал, что, чувак, есть возможность приехать в Казахстан, показать здесь свое творчество и попробовать что-то сделать. И вот мы попробовали Englishman in Shemkend. I'm an Englishman in Shemkend. Сделали этот вирусный ролик, который популяризировал его. И дальше он уже работал самостоятельно, там, с ребятами. Но это был твой проект? Ты же его продюсировал? Ну, в начале, да. То есть в начале это какой-то дружеский, партнерский проект. Мне было интересно. То есть я проводил фестиваль, а он как подопечный моего фестиваля. Интересно, что из этого выйдет? Такая была проба пера продюсерского направления. Ты тогда смог что-нибудь заработать? Ну, там копейки какие-то. Не успели мы, на самом деле, выйти в тираж. То есть мы уже заработали какое-то имя, и после этого я понял, что... Ну, мы это обоюдно поняли, что ему нужно отдельно. Это классическая схема. Ему отдельно, то есть он уже состоявшийся, мне по-своему. Потому что иначе я тогда бы становился продюсером, который ходил за каждым. И не развивал бы свое творчество, понимаешь? То есть ты его просто отпустил? Ну да. Но вы сейчас общаетесь? Конечно. Ну, я считаю, что Пасхаль сыграл большую роль в моем творческом, именно музыкальном становлении. Он человек, который заново влюбил меня играть на гитаре. Ты недавно потерял свою опашку, которая тебя воспитала. Как ты пережил утрату? Ой, ну... Сложно, очень сложно. Особенно в первые дни. Начинается все с того, что ты ешь себя за то, что ты не уделил больше времени. Я сразу вспомню, когда я от Ашка скончался. Потому что, блин, человек не мог побольше приезжать. Надо дольше остаться, побольше поговорить. Потом в один момент я понял, что это как не надышишься перед смертью. Знаешь, ты всегда будешь об этом жалеть, что можно было больше сделать. И в один момент я осознал, что неужели меня моя папашка любила меньше из-за того, что я реже приезжал. Она, безусловно, любовь всегда была. Я это чувствовал и знаю. И по-философски начинаешь смотреть на то, что все мы рано или поздно уйдем. А Пашка мучилась тоже в последние годы жизни. И многие подвели. И в целом это все сказывалось. И самое ужасное – это видеть, как человек угасает сам этот процесс. И теряет жизненные силы, да? Да, и ты с этим тоже угасаешь. И думаешь, может быть, иногда людям лучше пораньше даже уходить. Я все-таки думаю, что медицина настолько шагнула вперед, что какие-то части еще не эволюционировали жить столько. Тот же самый мозг. К 70-80 годам уже начинается у пожилых людей деменция, склероз и Паркинсон. И иногда печально на это смотреть, когда человек уже немножечко неадекватен. Качество жизни, да, нет? Да, и вроде он как бы дееспособен. Поэтому, знаешь, я после смерти собаки в Шри-Ланке, с которой я очень тесно дружу, я очень сильно плакал, когда он болел, но когда он скончался, я понял, что сильно плакать, ну, это не поможешь этими слезами, не поможешь ничему. Но я тогда пересмотрел свое отношение к этому с точки зрения благодарности за то, что хотя бы я полгода с этим псом пожил вместе, он мне многому научил, он столько мне дал любви. И так же Капашки я тоже, ну, мы прожили как современники какую-то часть жизни. В любом случае для меня этот человек всегда в моей памяти, он для меня не умер, я к нему всегда могу обращаться, потому что во мне есть часть человека. Я думаю, что мы находим свое продолжение не только в детях, во всех, на кого мы как-то повлияли. И вот человек не умирает, пока не умирает его имя. Вот, и я стараюсь с утраты справляться так, что... А Пашка уехала в путешествие, она со мной всегда. Мы с ней уже не увидимся, но я всегда увижу ее в своих мыслях, в каких-то медитациях, иногда во снах. Ну, низковато. Кто-то разбывал в столице Южной, Никогда уже не позабудет. Гор могучих и фальшивых кучи. И а раз, да, оригинал. Вместо чашки куфе по утрам. С памятника по понедельник. Ходят алматицы по горам. А на крайний случай на горельник. Это вау, Алмата. Побывав здесь ты, пойдешь меня. Это вау, Алмата. Город яблок ждет тебя всегда. С отрица возьму электробайк. С ветерком к одну, да вау, вау. Наш туризм тот еще клондайк. В перспективе круче, чем мальти. На островных сил зайду на парк. Мой любимый город на ладони. И скажу все привет, о май гад. Что за день я хочу еще? Это вау, Алмата. Побывав здесь ты, поймешь меня. Это вау, Алмата. Город яблок ждет тебя всегда. Еще раз. Это вау, Алмата. Побывав здесь ты, поймешь меня. Это вау, Алмата. Город яблок ждет тебя всегда. Это вау, Алмата. Субтитры сделал DimaTorzok